Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем. Совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоем канале. «Альтернативы». Широкий выбор идей для нормальной жизни. Я учусь в лице имени Ивана Вазова. Мне уже 18. Как я люблю шутить, что я уже немного старенькая. Вот. Занимаюсь, так скажем, немного... Так скажем, руководством немного нашего города. Молодежный совет города Тараклия. Я заместитель председателя. И стараюсь внести свою лепту в город, в новые возможности, в новые процветания города. В что-то более интересное. Чтобы молодежь имела чем заняться в этом городе. Чтобы она не ужала, просто искала для себя новые увлечения. А могла найти в городе в своем родном, где все напоминает о детстве, о своих любимых делах, родных. Чтобы именно здесь они могли найти для себя что-то новое. Много ли у нас таких молодых, активных, инициативных людей в стране, как Алина Бурлакова? Согласно статистическим показателям на 2016 год, в республике около 50% населения составляют люди младше 35 лет. Более миллиона людей возрастом от 14 до 35 лет. В парламенте страны 10% депутатского корпуса составляют люди до 36. Примаров 9%, в районах и городских советах 14%. Зачем молодежи участие в политике? Насколько они вовлечены в процесс принятия решений? Чем они интересуются и почему так важно сегодня принимать участие в создании и продвижении демократических процессов в Молдове? На эти вопросы мы постараемся ответить в нашей передаче «Альтернативы» в студии НТС «Таракле» и центральной студии «Канал Реджионал». Здравствуйте! Об участии молодежи в политике, о возможностях для молодых людей повлиять на процесс принятия решений мы поговорим сегодня с Екатериной Жентика, примаром села Новоселовка, Тараклейского района от партии коммунистов Республики Молдова, с Ангелиной Гайдаржи, советником городского совета Тараклея от политической партии «Наша партия», и Андреем Цисарь, председателем молодежного совета города Тараклея. И в центральной студии Евгений Гырля, генеральный секретарь молодежной организации Демократической партии в Молдове, Инна Шупак, депутат парламента от партии коммунистов Республики Молдова, и Терентия Карп, председатель Национального совета молодежи. Я рада вас приветствовать! В селе Новоселовка Тараклейского района живут менее полутора тысяч людей. Госпожа Жентика, скажите, почему вы решили баллотироваться на пост примара и чем вы занимались до этого? Окончив в 2006 году Государственный университет Молдовы по специальности административное управление, я сразу же устроилась работать в примарии города Тараклея. Начала с простого секретаря отдела производителя и дошла до примара. И 10 лет я уже работаю в органах публичного управления. Почему решила стать примаром? Потому что мне захотелось сделать что-то для своего села, для своих людей, для своих детей, родителей, что-то хорошее, развить село. Потому что только мы своими силами, своими возможностями, своей энергетикой, именно молодой, можем достичь более каких-то успехов. И я вижу, что за два года, проанализировав свою работу, за два года я делаю выводы, что наша, моя команда, с которой я пришла в примарство, сделала многое в селе Новоселовка. И я считаю, что осталось еще два года, и мы сделаем еще больше. И будем баллотироваться на следующий. Потому что надо свою работу поддержать дальше. Спасибо, Екатерина. Я желаю вам успехов в вашей дальнейшей работе. Спасибо. Госпожа Гадаржи, вы журналист по образованию. Некоторое время жили и работали в Москве, но вернулись домой в маленькую тераклию. Более того, стали заниматься политикой, и ваша команда взяла большинство более двух лет назад на местных выборах. На местных выборах. Скажите, зачем? Ну, всем известно, что журналисты смотрят снаружи на процесс принятия решений. Они смотрят за деятельностью примаров, депутатов, советников. Все это снаружи выглядит, может быть, и красиво, и не очень. Просто настал такой момент, когда ты хочешь сам участвовать в процессе принятия решений. Может быть, ты хочешь повлиять на какие-то решения, принимать участие и работать. Ну, все-таки поменять большую Москву, большой город на маленькую тераклию. В большинстве своем есть такая тенденция, что молодые люди уже не возвращаются в Молдову, в свои маленькие города, маленькую страну. Вот есть небольшой процент людей, которые хотят вернуться в свой любимый город, и я одна из них. Спасибо. Господин Цесарь, вы лицеист, радиоведущий. Занимаетесь журналистикой немного, и в начале передачи мы беседовали с вашим заместителем в Молодежном совете. Расскажите, по какой причине был создан совет, и чем он занимается, и что входит в ваши обязанности? Ну, у нас в городе можно с уверенностью сказать, что молодежь не так активно вовлечена в жизнь города в общем, уже не говоря даже о политической жизни. Именно это и стало причиной создания Молодежного совета, и осталось сказать, что мы в первую очередь представители молодежи в нашем городе. Но мы ни в коем случае не обособляемся от остальной молодежи. В самом начале у каждого молодого человека в Тараклих была возможность быть членом Молодежного совета. Те, кто не захотели, в общем-то, не были избраны, да. И наша основная цель, это, конечно, как бы то пафосно ни звучало, улучшение жизни в городе, но мы не берем каких-то масштабных проектов, какой-то масштабной деятельности. Мы делаем то, что в наших силах. И стоит сказать, что мы независимы от политических партий, от каких-либо политформирований. Мы полностью независимы, мы принадлежим городу Таракли. И мы делаем все для того, чтобы молодежь нашего города была вовлечена в эту жизнь. Ну и как минимум для того, чтобы мы смогли совместными усилиями организовать досуг молодежи. Что важно, здоровый досуг молодежи. Это является целью. Ну а я, как председатель, ну скорее, например, я хожу с ходатайствами к примару, к председателю района. Организационные вопросы тоже решаю. Ну а в целом мы делаем все вместе и сообщаем. Спасибо. Господин Карп, вы один из тех, кто общается абсолютно с разными людьми, типа, жами молодого поколения. Почему, по-вашему, согласно статистическим данным, которые, кстати, я нашла на сайте Совета, молодежь так мало представлена в политической жизни страны, что касается парламента, примарий, районных и городских советов? Спасибо большое. Добрый вечер. Я рад, что вы посмотрели наш последний продукт. Если вы заметили, у нас там есть еще и барометр интереса молодых людей к политическим мероприятиям, политическим действиям, которые проходят в стране. И если вы увидите, то там безразличны к политическим действиям у нас процент довольно-таки маленький. То есть где-то 6,3% молодых людей, они не интересуются политикой. 32,2% частично интересуются, 23% более или не менее интересуются и 38% очень сильно интересуются политикой. Тем не менее, вчера, когда я на своей страничке в соцсетях опубликовал вопрос, почему вы считаете, либо считаете ли вы молодые люди, они достаточно ли вовлекаются в социальных действиях, в политических действиях в нашем обществе, большинство людей отвечают нет, либо недостаточно и так далее. Хотя сами по себе люди показывают, то есть молодые люди показывают свой интерес. И вот вопрос, собственно, появляется тут, почему интерес есть, но действия как такого не происходят. Из того, что мы вчера обсуждали в своих как бы социальных сетях, фокус-группах, выяснилось опять-таки, что это все связано с тем, что как бы, ну, грубо говоря, происходит вокруг. То есть доверие довольно-таки маленькое, есть определенная политическая усталость и т.д. То есть, в принципе, данные причины, они большинству известны. Поэтому я бы не поторопился сказать, что нет интереса. Интерес однозначно есть, ибо это непосредственно их касается, и они осознают, в чем заключается их выгода из вовлечения. Но вот есть определенные, скажем так, барьеры, либо ступени, через которых они не хотят, собственно, переступать. Либо не видят для этого не то чтобы выгоды, но не видят в этом смысла, либо результат. Спасибо. Госпожа Шупак, насколько доступен законодательный орган Молдовы для молодежи? Легко ли быть или стать депутатом? Во-первых, хочу поприветствовать, конечно, студию в городе Таракли. Знакомые лица и, вы знаете, позитивные месседжи. Вот на самом деле, когда бывает, я думаю, что коллеги здесь не дадут соврать, бывает достаточно частенько, к сожалению, моменты, когда вроде бы хочется, ну, как-то вот так пессимистично взглянуть на ситуацию, как бы, где же он свет в конце туннеля. Но всякий раз, вот я, например, для себя, у меня появляется вот дополнительная энергия, бодрость, оптимизм тогда, когда я вижу вот в аудитории вот таких вот энергичных людей, которые, в частности, сегодня сидят в студии у вас в городе. Насколько легко вообще в принципе попасть в здание парламента, это достаточно легко. И, кстати, Андрей, как руководитель молодежного совета города Таракли и группа молодых людей, ну, пару месяцев назад, как мне помнится, вместе с, благодаря инициативе, в том числе, примара города, господина Филиппова, побывали в парламенте, мы просмотрели, что и как, были в зале заседаний. И, что было интересно для меня, и важно, что, исходя из тех вопросов, которые задавали мне, как депутату парламента, как руководителю фракции, видна была подготовка и уровень знания и понимания вообще, что такое парламент, что он делает. И, да, конечно, звучали вопросы, как мне помнится и тогда, и это ваши вопросы, госпожа Лилия, легко ли попасть. Ну, вы знаете, я с интересом послушала, вот не знала, с интересом изучу вот это исследование, которое сделал Ченни Тиме. Мне кажется, что все-таки главный вопрос, а какова цель, вот те, которые заинтересованы в политике, какова цель молодого человека для того, чтобы вовлечься и быть в политике? Потому что, да, мы здесь те, которые продвигаем или говорим, по крайней мере, месседжи о том, что молодые люди должны быть в политике, но мы не должны забывать, что мы должны категорически быть против того, чтобы кто-то стремился, неважно от возраста, от пола, чтобы стремился в политику ради обогащения, ради получения какого-то статуса, я не знаю, машины, да, или просто сделать фотографию, что он наконец-то попал в кресло парламента и хвалиться своим друзьям за границей и внутри. Вот цель какова? Я думаю, что мы это и должны обсуждать. И вот Андрей, кстати, сказал, что цель, как она, не банальна, она зачастую банально звучит, но это изменить жизнь к лучшему. Жизнь вообще в принципе в стране, но начинать с малого. И так, как это делает, например, молодежный совет города Таракли, изменять жизнь к лучшему ежедневно, каждый раз, стучаясь в дверь примару, стучаясь в дверь председателю района, в своем городе, в своем районе. И если у кого-то из тех, которые нас сейчас смотрят, есть желание действительно заняться более профессиональной и активной политикой, они должны себе ответить, зачем мне это, готов ли я к тем трудностям, которые будут у меня в качестве препятствий. Нужно быть готовым к тому, что будут разные соблазны, но нужно понимать, что все можно, все возможно. Главное верить в свои силы и главное понимать, что это неправда, что только куматризм, только кумовство, только деньги что-то решает. Это неправда, я это говорю, исходя из своего личного опыта. Просто нужно поверить в свои силы, идти дальше, добиваться и находить своих единомышленников, потому что один в поле не воин, как известно. Господин Горля, вы представитель молодежного крыла партии из парламентского большинства. Скажите, зачем вы пошли в политику, что вам это дает и чем по-вашему вы можете помочь или повлиять на процессы принятия решений в Молдове? Во-первых, хочу сказать спасибо каналу «Регионал» за приглашение и за то, что могу сейчас высказаться. Во-вторых, почему я в партии состою и почему я пошел в политическую жизнь. Ну тут два фактора. Первый, наверное, потому что я из Приднестровья сам, из региона, из Левобережья, Республики Молдова. И я учился там в молдавской школе. И для меня всегда была как цель это, я верил и сейчас верю в соединение нашей страны. Второй момент, это потому что, наверное, я пошел учиться на политологию в госуниверситете. И вот все вот эти знания, которые я там получил, и плюс окружение, которое у меня были, мои друзья с факультетом, мои друзья с общежития, ну вот такое стечение обстоятельств меня вовлекло в политическую жизнь Республики Молдова. Как я могу своими поступками или моими возможностями влиять на политическую жизнь Молдовы? Ну не знаю, как говорила Инна Шупак, один воин, один человек в поле не воин. Всегда надо работать в команде. И я думаю, что у нас в молодом крыле Демократической партии, да и в самой партии, у нас есть огромная, сильная команда, которая может реально изменить ситуацию в Республике Молдова к лучшему. Спасибо. Как представлена молодежь в одном из районов Республики Молдова? И почему так неохотно идёт в политику? В репортаже наших коллег из БАЗ-ТВ. Район Басарабяска возглавляет самый молодой председатель в Молдове – Пётр Пушкарь. На момент избрания на эту должность ему было всего 28 лет. Однако в целом молодёжи в местных органах власти менее 30%. Жители Басарабяски называют несколько причин такого положения дел. Мало молодёжи, потому что её в Молдове вообще мало осталось. Это первое. И второе, наверное, недостаточно оплачиваемое. Вообще перспективы пока не видно здесь, поэтому молодёжь и разбегается. И о чём там, говорите, какие-то органы власти. Молодёжи у нас и отсутствуют. Кто у нас в городе остался? Пенсионеры и дети. Не хочет молодёжь в власть уйти. Слишком хлопотно. Не потому, что молодёжь не хочет. Это потому, что старые не хотят уходить. Представители различных политических партий сходятся во мнении о том, почему и в органах местной власти, и в рядах советников так мало молодых. Молодому человеку, чтобы устроить жизнь свою, ему, конечно, нужна достойная заработная плата. Поэтому и молодёжь не очень идёт, потому что очень маленькие зарплаты именно в органах местного публичного управления. Наверное, неинтересна молодым судьба города и жизнь города. Молодёжь сейчас больше заинтересована иметь деньги. Но они понимают, что в политике ничего не заработают и уезжают из всей страны. Самый молодой народный избранник в районном совете – 23-летний Юрий Акируш. В городском – Анна Дьякова. Советником она стала в 26 лет. Я решила баллотироваться в качестве советников для того, чтобы помогать городу выдвигать свои идеи и делиться своими мыслями для того, чтобы развивать наш район. В партии должны быть как люди зрелого возраста, которые могут поделиться своим мудрым советом, так и молодёжь. Средний возраст советников городского совета – около 50 лет. Самый старший народный избранник – Иван Моисеев. Сейчас ему 68. Кроме него разменяли седьмой десяток ещё пятеро коллег по совету. Если говорить о составе советников, то давайте оттолкнёмся от того, какой возрастной состав нашего города, жителей города. И вы все прекрасно понимаете, что в последний период времени был очень большой отток молодёжи. Молодёжь как-то пассивно относится к политической проблеме политики. Почему? Потому что они видят, что политики обещали одно, а в реальности совсем вышло другое. И, в принципе, про них давно уже все забыли. Идя на выборы, избиратели не всегда задумываются о том, в каком году родился тот или иной кандидат. В районном совете Басарабяска из 27 народных избранников только четверо ещё не отметили 40-летний юбилей. Трое из них – от партии социалистов. Во фракции нашей партии преобладают советники в возрасте от 40 до 50 лет. Самый высокий средний возраст среди народных избранников у представителей партии коммунистов. Такая ситуация, как в Басарабяске, схожая с другими районами нашей страны. Где-то в какой-то степени больше, в какой-то степени меньше. Госпожа Гайдаржи, госпожа Жантика, а вы с какими трудностями сталкивались, сидя в политику? Госпожа Гайдаржи первая. Ну, было много скептиков, были люди, которые не верили в то, что молодое поколение может что-то сделать, повлиять на процесс принятия решений или что-то решать вообще. Ну, мы когда формировали списки, средний возраст кандидатов в советники от нашей партии в городском совете был примерно 35-37 лет. Мы, кстати, соблюдали и гендерное равенство, у нас ровно 50 на 50. Как вы говорили ранее, мы взяли большинство. Все люди, которые в городском совете, люди самодостаточные. Они не пришли решать свои вопросы в городской совет. Ни в коем случае, как говорила госпожа Шупак, не пришли сюда для того, чтобы извлечь какую-то выгоду. Каждый из нас старается сделать так, чтобы людям… С какими трудностями вы сталкиваетесь, когда вы пришли прийти, начали работать? Были ли какие-то трудности, с какими вы сталкивались? Безусловно. Трудности, в первую очередь, сначала было такое непонимание, незнание, что мы должны делать. Первые пару месяцев мы только вклинивались в саму работу, потому что бюджет отличается от каких-то индивидуальных предприятий. Там есть специфика. Мы вникали во все вопросы. Потом у нас есть трудности с получением каких-то документов. То есть мы не можем увидеть все. То есть не все так прозрачно и транспарентно, как хотелось бы. А лично вы, как представитель молодого поколения, общаясь с коллегами более опытными, были какие-то, может быть, недопонимания? Или, может быть, какие-то… не могли вас воспринимать должным образом? Да, безусловно. Расскажите об этом подробнее. В компанию мы, как и все остальные… Нет, если можно, уже когда вы работали в Совете. Да, в Совете, кроме нас, молодых, есть люди и постаршие, есть и зрелые. И, как правило, эти люди считают, что они очень опытные, знающие, они все знают, а мы нет. И, конечно, сначала были такие небольшие дискуссии, да. Пытались сказать, что у нас есть идеи, мы амбициозны, принципиальны, мы можем тоже внести свою лепту в развитие города. Сейчас, спустя два года, как бы ситуация более-менее устаканилась. Сейчас мы понимаем друг друга лучше гораздо, и работа потихонечку стала лучше идти. Спасибо. Госпожа Жентика, вы сталкивались с какими-либо сложностями уже, работая в качестве примара, как представитель молодого поколения, не такого опытного, как, скажем, некоторые ваши коллеги? Да, для меня было очень, так скажем, в ночь, когда прошли выборы, когда мне сообщили, что из шести кандидатур я сразу взяла 50 и более процентов, то есть с первого тура победила, я сижу и говорю сама себе, господи, а что я с этим буду делать? И, честно, поначалу трудности в чем были? Меня воспринимали как девчонку. То есть пришла Катя. Сейчас, спустя два года, я стала Екатериной Васильевной. Ко мне стали обращаться совсем по-другому, видя мои успехи, видя мои какие-то по работе, то, что я добиваюсь, то, что я прошу, не отстаю ни от кого. То есть уже поменялось мнение. Вот это было сложно поначалу, что воспринимали не всерьез, так скажем. Сейчас намного легче работать, я уже, конечно, набралась опыта некоторого. Так, в принципе, работать уже не так сложно, как первые годы. Влилась в это все. Будем дальше трудиться на благо Родины. — Господин Цесарь, по-вашему, при каких условиях вы бы пошли в политику и стали принимать участие в публичной жизни? Вы все-таки уже сделали какие-то шаги в этом направлении? — Можно сначала вопрос задам, госпожа Генерже и госпожа Жентика. Насколько остра проблема гендерного неравенства? Вот у нас есть пример, вот вы, допустим, госпожа Шупак, Башкан Гагаузи, Ирина Влах. Очень много в последнее время женщин в политике. Есть ли проблемы с тем, что не всерьез воспринимают? — Ну, и говорила Екатерина. Да, конечно, мужчины считают, что женщины не смогут сделать все то, что могут мужчины. Безусловно, есть такое... Мне кажется, мы немножко отходим уже от этого. То есть мужчины, наверное, убеждаются в том, что иногда мы бываем на уровне. — Они ошибаются, в общем, да? — Они действительно помогают нам в некоторых вопросах. Я, например, всегда чувствую помощь мужчин, к которым бы я не обратилась, в какой-то своей проблеме решения, то есть касательно работы по селу. — Господин Цесарь, вернемся к вам. Так все-таки при каких условиях вы бы пошли в политику и стали бы принимать участие в процессе принятия решений? — Ну, я думаю, мне, как и всем простым людям, скорее всего, нужен лидер. Лидер, за которым захочется пойти, в которого захочется поверить, ну, либо самому стать лидером, пусть и не на высоком уровне, да, но на... даже если местном. Но сейчас, сейчас я, например, не вижу такого лидера, как и большинство населения нашей страны. И если когда-нибудь ко мне придет понимание того, что изменить жизнь к лучшему никак, кроме как через политику, не получится, то я пойду в политику. И в последнее время у меня все больше посещает мысль того, что стоит. Я думаю, это придет с возрастом, либо не придет вообще. — Вполне. — Да, конечно. — Андрей, скажите, может быть, вам кажется, если вы не пойдете в политику, то вы как бы не сможете попасть, допустим, в один из законодательных органов либо страны, либо города, либо района? — Города или населенного пункта, района. — Есть у вас такое ощущение? — Ну, знаете, не задумывался об этом, если... — Спасибо. А какие самые большие опасения вызывают политики и участие в политике у молодых людей? Вот что думает наша героиня Алина Бурлакова. Политики пытаются вовлечь молодежь не для того, чтобы сделать что-то вместе, а для того, чтобы добиться какой-либо цели. То есть они либо привлекают для того, чтобы они доносили в своей сфере, что вот именно эта партия или вот эта сторона лучше, чем та или иная, либо еще каким-нибудь образом, не знаю, вовлекают молодежь именно в свою направленность. Это очень плохо. Молодежь сама должна выбирать, что она хочет, что для нее ближе. А не быть вот этой вот, так скажем, вот реально маринеткой, которая будет направлена именно в эту сферу и никуда дальше. То есть она должна выбирать сама, что она хочет. Это такая же личность, как и взрослые люди, которые могут выбрать ту сферу или иную. Она не должна быть вот именно в этой и никак иначе. Больше зависит от того, что политики говорят, как они это доносят. То есть они должны говорить то, что они сделали на данный момент, что они будут делать завтра. А не так вот, они сказали и забыли, и ушли, и за них проголосовали или еще что-то, и об этом забылось, и они больше ничего не делают. То есть они должны отвечать за свои слова и делать то, что они сказали, а не просто бросать слова на ветер. И тогда, мне кажется, молодежь будет заинтересована вовлечься именно в эту сферу, потому что они думают, что они будут обмануты. Это очень плохо. Господин Гырля, а вы считали так же, как наша героиня? И почему? Я так не считал. Во-первых, надо всегда информироваться о том или ином, например, политике. И как обычно у нас происходят наши электоральные кампании, когда один политик или его партия, например, которую он возглавляет, произносит одно и обещает одни некоторые нюансы. А когда приходят к власти или на другие выборы, они что-то другое обещают людям. А на самом-то деле у них даже доктрины не те, про которые они говорят или сами делают то, что у них в электоральном программе прописано. И надо всегда иметь в виду то, что политик это, в особенности у нас в Молдове, не всегда слова и дела это одно и то же. И молодые люди в нашем времени, когда уже много информационных, ну и информационное время, когда информацию можно взять и из телевидения, и из интернета, то надо всегда быть со временем, быть в курсе дел, то, что происходит и в политической жизни. И когда политик к тебе приходит, а он к тебе обязательно придет, то ты должна всегда или ты должен всегда быть в курсе всех дел, которые происходят в стране. И ты уже сам выбираешь. Ну и в первую очередь надо смотреть за их поступками, которые были и в прошлом, и в настоящем. Потому что не всегда, ну как и у нас много раз получалось, то, что политик говорит в электоральной кампании, а когда приходит в власть, он делает совсем другое. В том числе и у нас и лево, с левого фланга партии или с правого фланга партии. Ну как обычно там происходят некоторые такие псевдообещания. Ну я всегда старался, плюс к этому я учился на политическом факультете, и как бы нам было интереснее вот все вот это анализировать, и потом какие-то решения брать. Как бы так. Госпожа Шупака, насколько по-вашему свободно молодое поколение сегодня в своем выборе? Что касается участия, либо не участия в политике? Ну я, надо сказать, что признаю, очень интересная у вас подборка материала. Интересно было послушать мнение и советников, и молодых людей. Я хочу сказать о том, что, поскольку сама выходит из города Бессарабки, о котором шла речь, мне кажется, что важно вообще акцентировать внимание в этой передаче и на последующих передачах, на главных моментах. О том, что сейчас, согласно всем социологическим опросам, более 85% граждан страны, в том числе и молодежи, они считают, что Республика Молдова движется в неправильном направлении. Да, я сейчас представляю парламент, я являюсь одним из 101 депутатов, но я должна вынуждена признать с сожалением, что таким низким уровень доверия к парламенту еще никогда не было. Это около 6%. И если мы посмотрим выход молодежи на последних предвыборных кампаниях, то мы увидим, что по возрастным категориям, я думаю, коллега не даст соврать, что молодежь – это одна из наиболее менее участвующих за последнее время во всех предвыборных, имеется в виду выход во время выборов. Почему так? Ну, ответ просто, он лежит на поверхности, здесь никто из нас не откроет что-то новое. Это разочарование. И это чувство разочарования, оно у людей всех возрастов, не только у молодежи, но просто молодежь, она в первую очередь, будучи наиболее активной, инициативной, она выбирает зачастую, и это надо признать и говорить об этом, в том числе и путь на меньшего сопротивления. Почему скрывать? Я имею в виду просто голосовать ногами, не приходить на выборы, либо, например, уезжать из страны. Мы должны с вами задумываться здесь, в молодежном кругу, отталкивая, или не говоря сейчас о каких-то политических идеологиях, вот это проблема, когда социологические опросы показывают, что около 100 человек в день покидает нашу страну, когда около четверти домов в нашей стране пустуют. Я недавно проходила по центральной улице моего родного города Бессарабки, о котором шла речь, и я просто ужасаю, сколько пустых домов, и сколько написано, да, продается, и видно по состоянию этих домов, что их давно уже никто уже даже не собирается покупать. И мне кажется, что мы, те молодые люди, которые приняли в какой-то момент решение остаться здесь, а я уверена, что и присутствующих, например, здесь, в этой Кишиневской студии, у присутствующих в Тараклийской студии, наверняка были, есть, и наверняка появятся какие-то возможности покинуть страну, да, то есть получить более лучшую работу или высокооплачиванную за ее пределами. Но мы остаемся здесь, и я думаю, что мы должны протягивать друг к другу руки, находить единомышленников, повторюсь еще раз, да, строить команду для того, чтобы вместе находить решение тем проблемам, которые нас окружают. Потому что если мы не сделаем это сейчас, если мы не сделаем это завтра, если мы будем поддаваться формуле «разделяй, властвуй, ты там в такой партии, ты левая, правая идеология» и так далее, то мы рискуем просто перейти эту точку невозврата. И потом мы с вами, уважаемые молодые люди и других возрастов, которые сейчас смотрят эту передачу, мы просто будем сожалеть о том, что почему же мы вовремя не опомнились, почему же мы не перестали говорить, вот ваш вопрос, заканчивая, Лилия, вы сказали, вот молодежи, что ей мешает вовлекаться в политику, в том числе, да, какие-то стереотипы, стереотипы, мифы о том, что там уже все куплено, там все продажное, что ничего нельзя изменить, что нам нужен лидер, я здесь, кстати, не соглашусь с Андреем. Один человек ничего не сможет решить. Мы должны понимать, что не прилетит вдруг волшебник в головом вертолете и бесплатно покажет нам кино. Мы должны сами находить какие-то площадки, обсуждать эти проблемы, вместе находить решения, вместе приходить к парламенту, к правительству, к местным органам власти и говорить, вот наша стратегия, мы не ждем, пока вы нам сверху что-то там придумаете, стратегию, что мы вдруг станем лучшим. Мы, молодежь, постановили и решили, нужно изменить закон о молодежи таким-то образом, нужно кодекс образования таким-то образом, нужно, и надо обсуждать, министерство молодежи, нам нужно или не нужно, кстати, я не знаю, если вы знаете, но уже несколько дней, как в Молдове, нет министерства молодежи. Хорошо ли это плохо, это тема для отдельной дискуссии, но спрашивали ли вас молодежь, вы хотите, чтобы исчезло Министерство молодежи или нет, я сомневаюсь. Поэтому мне кажется, давайте вот находить общие точки соприкосновения, отбрасывать мифы друг о друге, вот ты там коммунист, ты там еще кто-то, да, и обсуждать, и самое главное, находить и требовать у власти решения тех проблем, которые есть. Господин Карп, а как вы считаете, есть ли все-таки возможности для молодежи в нашей стране для дальнейшего развития, для жизни и просветания? Однозначно есть, но, боюсь, не для всех. Я всего лишь хочу одну небольшую ремарку открыть по поводу скромного участия молодых людей в прошлых выборах. Были спекуляции изначально, что это около 10% людей, но оказалось, что это всего лишь 10% людей с возрастом от 18 до 25, это при том, что как бы в выборах из населения полного республики участвовало около 49%, если я не ошибаюсь. Плюс, если взять в счет то, что у нас есть еще и возраст агрегирован с 26 до 40 лет, который под новый закон тоже имеет в себе огромную часть молодых людей до 35 лет, это опять-таки 22,3%. То есть, в принципе, это не одна десятая, это как минимум одна четверть, если не одна треть молодых людей участвовала в прошлых выборах, что не есть совсем плохой показатель, если сравнить как бы с соседними странами, к примеру, или с тенденциями опять-таки политической усталости либо политического интереса молодых людей и в других странах. Это так, небольшая ремарка. Что меня, если честно, беспокоит по поводу будущего, и не только по поводу будущего, а по поводу восприятия, потому что я смотрел как бы материалы, которые вы до этого показывали, и вспоминаю свои вчерашние дискуссии в соцсетях, мы очень часто привыкли обвинять молодых людей в том, что они не мотивированы. Один очень хороший мой друг сказал, что мы очень часто тех молодых людей, которые не делают то, что мы хотим, привыкли называть немотивированными. Может, они все-таки в конечном итоге мотивированы, потому что, как показывает наше исследование, интерес все-таки есть. И надо подумать, что в тех мероприятиях, которые мы делаем, что в наших платформах, что в тех ресурсах, которые мы предоставляем для молодых людей, надо пересмотреть, интересно ли им это или нет в конечном итоге. Что бы я посоветовал для того, чтобы улучшить данные параметры? Это нам однозначно нужно воспитание критического мышления и политвоспитание для молодого поколения. Мы в НАЦ-совете в прошлом году основали платформу для молодежных, то есть для молодежных крыльев, скажем так, политических партий в Республике Молдова. Мы старались, чтобы это было как можно более представительно, потому что в демократических странах это есть нормальная практика. То есть политические организации не участвуют в решениях, которые принимаются в Национальных советах молодежи и так далее. Ибо есть определенная культура общения, и это в то же время как бы возможность для молодежных организаций продвигать свои интересы на политплатформах политических партий и так далее. То есть нам однозначно нужно определенное политическое воспитание, и тогда может быть что-либо улучшится. А так везде есть свои плюсы и минусы, есть и возможности, но, к сожалению, не у всех. И в данных ситуациях мне очень трудно быть откровенным самим собой и пытаться как-либо убедить данных молодых людей, взять эту судьбу мученика и остаться и так далее. Это уже сугубо их решение. Спасибо. Добиться можно многого. В Молдове не обязательно уезжать в более развитые страны, чтобы преуспеть в дальнейшей жизни. Как доказательство, репортаж наших коллег из центральной студии канал Реджионал. На Земле проживают более 3,5 миллиардов человек в возрасте до 30 лет. Это те люди, которых особым образом мотивирует проявлять себя и совершать перемены. Миллионы возможностей ежедневно появляются в жизни каждого из нас, однако некоторые выбирают их игнорировать. Все же многие обладают смелостью ставить перед собой высокие цели и настойчивостью, чтобы их добиваться. Ближе к окончанию лицея Санду Койко уже становится первым молдовским делегатом в молодежном форуме ЮНЕСКО. В студенчестве он избран представлять нашу страну в комитете по молодежным политикам стран-участниц СНГ и становится председателем Национального совета молодежи. Сегодня юный уроженец Молдовы является менеджером по внешним связям во всемирной организации скаутского движения в Куала-Лумпуре, Малайзия. Санду Койко является ярким примером тому, что успеха можно и нужно добиваться. Главное – хотеть и много трудиться. Перемены начинаются с каждого из нас, а чтобы генерировать глобальные перемены на государственном уровне, необходимо участие. Так считает Нигина Азизов, молодая девушка, которая решила вовлечься в политику, потому что всегда мечтала о том, чтобы люди в Республике Молдова не были вынуждены уезжать за границу и тяжело трудиться, чтобы прокормить свою семью. Мы должны быть вовлечены во всех процессах, не только политических. И мы должны думать не только о том, что я сегодня буду делать, а как могу помочь другим изменить те вещи, которые должны были быть изменены раньше. Нигина Азизов – эксперт в политологии. В течение трех лет она возглавляла молодежную организацию одной из самых популярных в свое время парламентских партий. Вскоре она стала советником заместителя спикера парламента страны. Далее последовала должность руководителя офиса заместителя спикера законодательного органа. Затем юную, но амбициозную Нигину Азизов назначили заместителем министра труда, социальной защиты и семьи. Вызовов было много, рассказывает она теперь, ведь в молодежь верят не все, да и всерьез поначалу не особо воспринимают. Но главное – не сдаваться. Молодежь – это не будущее. Молодежь – это здесь, мы и сейчас, и это каждый день. И это не то, что мы должны ждать кого-нибудь, чтобы нас спас или чтобы нам показал правильный путь. Говорят, политика – дело нечистое, однако, так же, как и место, любое дело красит человек, который им занимается. Международная политика, дипломатия, межгосударственные отношения – занятия не из легких, но из благородных. Об этом нам поведал глава делегации Евросоюза в Молдове Пирко Тапиола. Я хотел играть роль в странах, где происходят демократические трансформации, перемен, где страны пойдут из авторитарного системы для демократической системы. Я хотел вроде бы как быть частью этих перемен, этих изменений. Начав свою карьеру в юности, Пирко Тапиола осознанно выбрал профессию. Он рассказывает, что одним из самых больших вызовов для него стало то, что он часто оказывался самым юным в коллективе. Однако это стало и большим преимуществом, как он понял уже потом. Рецептом успеха дипломат с удовольствием делится и с другими молодыми энтузиастами, не переставая утверждать о важности проявления их активной позиции. Что очень важно, это не думать о этой привилегии, возможности, которые у тебя есть, но думать об этой ответственности. Потому что если ты в молодом возрасте получишь хорошее назначение, то значит, что даже больше, чем более опытным человеком. Тебе надо быть уверенным и показать, и доказывать больше, чем показывать. Доказывать, что ты относишься к твоей работе ответственно. Ответственное отношение ко всему окружающему, к самому себе и к собственным действиям – вот что заставляет совершать поистине великие дела. И герой нашего репортажа – пример того, что это возможно. Ведь главная инвестиция – это инвестиция в собственные знания, качества и способности, которые можно применить на благо поставленной цели, дабы не очнуться в один миг, поняв, что жизнь проходит зря. Господин Цисарь, скажите, что вы думаете о героях репортажа, об их историях? Ну, определенно, это впечатлило, конечно. Особенно понравилась фраза Нигины Азизов. Она сказала, молодежь – это не будущее, это здесь и сейчас. Вот это важно, вот это мотивирует. Это дает понимание того, что нужно начинать уже сегодня. Может быть поздно, но, скорее всего, не будет рано. Ну, в политику в 13 лет не позовут. Поэтому это надо уснить каждому молодому человеку в нашей стране. Молодежь – это все-таки не будущее, это сегодня. Мы сами должны делать некоторые действия сегодня, чтобы наше будущее было лучше, ну, впоследствии – будущее наших детей, если мы не уедем за границу. Я надеюсь, что все-таки не уедете. И что зависит от молодежи сегодня? Как она может повлиять на процесс принятия решений на всех уровнях? Что думает об этом наша героиня? Если молодежь, например, захочет так сделать, то это различные митинги, различные голосования, различные деятельности. Вот я знаю такое, что если, например, сделать список каких-нибудь подписей или еще что-то, можно надобиться любых целей. То есть политики или, например, примари не может отказать, потому что молодежь так захотела, они должны либо как-то смягчить этот процесс, либо как-то увернуть, но они не имеют права отказать. Поэтому молодежь имеет большое слово, большой голос в этой сфере. Она может что-то сказать, она может что-то сделать. Поэтому, как она должна вовлечься, мне кажется, это должны быть либо тренинги, либо еще что-то, чтобы они увидели, как это, что это, чтобы они поняли, что это интересно, а не так, как они видят со стороны, и все. Они должны понять именно внутри, как это все происходит. Есть ли примеры в работе городского совета за эти более чем два года, когда молодежь попыталась повлиять на какое-то либо уже принятое решение, либо готовящиеся, или предложить что-то? Вот есть что-то из вашей практики? Безусловно, есть. Несколько раз мы заблокировали решения, которые были заранее подготовлены, и в которых мы проследили некий интерес каких-то других советников. Это, конечно, не достижение, но все же. И кроме этого, мы ходатайствовали о том, чтобы был взят на работу ромский медиатор, а также для ромского населения. Ромское население было освобождено от налогов, которым облагает премырия. Спасибо. Госпожа Жентика, по-вашему, в маленьком селе есть у молодежи будущее? И какую роль играет молодое поколение в жизни Новоселовки? Будущее однозначно есть, потому что мы все делаем для того, чтобы оно улучшилось. И, как сказала Инна Шупак, мы должны смотреть в будущее и не должны обращать внимание на то, к какой партии мы относимся. Мы должны работать на развитие для того, чтобы наше молодое поколение не уезжало за границу, а оставалось здесь. Все мои проекты, все, чтобы я не начинала, я сначала собираю свою молодежь. Мы советуемся, и очень много инициатив исходит от них, которые я принимаю и помогаю им в дальнейшем их воплотить в жизнь. Спасибо. А чем занимается молодежь в нашем городе, вы посмотрите в подготовленном ролике. Одна из других целей этих дебат – это создание инициативной группы для местного совета молодежи при примарии города Таркли. Мы думаем, что ученики, молодое поколение, скажем так, может изменить мир к лучшему. Я хочу быть частью какой-то общей силы, движущей силы. Для меня явной проблемой нашего города является безактивность нашего народа. Хочу содействовать развитию молодых людей, раскрывать их потенциал. Мы видим больше или по-другому. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С вместе мы обучаем Европу, обучаемые молодежи, и мы помогаем людям связаться с другими другими, чтобы вместе мы можем создать более будущего. Наша молодежь с наших разных регионов будет сотрудничать, потому что мы все живем в одной стране, и для того, чтобы наша Молдова процветала, молодежи надо объединяться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Силуно укуражена от участието, което виждам тук. Много е приятно да видиш толкова много млади хора, които искат да допренесат за развитието на своята страда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это не секрет, что многие молодые люди, заканчивая школой и университетом, не видят своего будущего в своей родной стране. Я бы хотел, чтобы молодежь полюбила свою страну, полюбила свое будущее и сама его создавала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подводя итоги нашей передачи, я бы хотела задать один общий вопрос. Какие выводы вы смогли бы сделать после нашей передачи и какие рекомендации вы бы дали молодым людям? Госпожа Гайдаржи. Я думаю, что выводы все сделают очень позитивные, положительные. Скажут о том, что молодежь — это двигатель прогресса и так далее, и тому подобное. Я предоставлю своим коллегам об этом сказать. А сама хочу напомнить, что в этом году Тараклию посетила, или Молдову посетила спецдокладчица ООН по правам меньшинств. Она, кстати, выразила озабоченность тем, что меньшинство не представлено, речь идет сейчас о болгарах, не представлено в законодательном органе. И смена избирательной системы, я думаю, что отодвигает нас как минимум на милю от законодательного органа. Ну, я надеюсь, что все-таки этот вопрос будет решен. Ну, госпожа Жентика, какие выводы вы сделали и рекомендации? Выводы, да, что молодое поколение должны сами строить свою жизнь, и только тогда она улучшится, а не ждать, когда кто-то придет и принесет на блюдечки с голубой каемочкой. Господин Цесарь, я прошу вас ответить. Смогла ли эта передача изменить ваши взгляды относительно будущего в нашей стране? Ну, разумеется, да. Не могу сказать, что это сделано кардинально, что мои взгляды полностью изменились, но появилась снова некоторая, не сказать уверенность, но вера в то, что молодежь может что-то изменить в нашем государстве. И ничего не потеряно, скорее, ничего еще не сделано. Большей частью молодежи еще ничего не сделано для того, чтобы жить лучше и не уезжать из Молдовы. И стоит, наконец, избавиться от этих мифов о том, что политика — это грязное дело. Я не хочу говорить о политике, я не пойду на выборы. Это звучит абсурдно. Как можно отрицать то, что определяет нашу повседневную жизнь, что определяет жизнь нашей семьи, нашего города, нашей страны. И хотелось бы, чтобы вся молодежь, я не говорю о людях старшего поколения, их сложнее переубедить, чтобы, по крайней мере, молодежь избавилась от этих стереотипов, от реально абсурдных вещей, и особенно те, которые нас слушают, смотрят, простите. Это пережитки работы, все нормально, все хорошо. Госпожа Шупак, какие выводы, рекомендации вы бы сделали, дали в итоге нашей передачи? Я бы хотела обратиться к тем молодым людям, которые нас сейчас смотрят, и сказать, что если вы действительно хотите что-то изменить вокруг, то оглянитесь, посмотрите, какие проблемы тревожат вас, ваших коллег, одноклассников, коллег по университету больше всего. Это маленький размер стипендии, это недостаточное количество бесплатных мест для обучения в колледже, в университете, это недостаточное количество государственных программ для молодых специалистов, это недостаточное количество программ или их отсутствие для молодых семей, Это, например, если говорить о районе Тараклия, это желание все-таки добиться вот этой общей инициативы о том, что Тараклийскому району предоставили статус национально-культурного района, чтобы его не ликвидировали во время приближающейся административно-территориальной реформы. Посмотрите, возьмите лист, листок бумаги, напишите, какие проблемы наиболее критические. Поспрашивайте своих коллег, выясните, что нужно решать здесь и сейчас. Соберите ребят, спросите, какие пути решения. Давайте, может, напишем петицию на имя руководства страны, на имя парламента. Я, по крайней мере, от имени коллег по фракции готова их рассмотреть. Записывайтесь на приемы, требуйте, стучите в двери. Если необходимо, делайте какие-то пикеты, какие-то флешмобы интересные. Выходите, говорите, используйте активно социальные сети. И я уверена, что как только вы, все молодые люди, определив, какая самая главная проблема, вы все объединитесь в один кулак, будете бить по одной цели, то я не сомневаюсь, что вы и все вместе мы добьемся реализации постепенно каждой из этих целей в отдельности. И, конечно, как говорится, кто, если не мы, и нам всем в этом удачи и оптимизма. Я попрошу сделать такие же выводы, если можно, коротко, господина Карпа и господина Герлю. Учитывая ваше интервью и наше исследование, то, что слово «разочарование» прозвучало сегодня очень часто, я хочу дать совет молодым людям. Начать с чего-то малого, чтобы не стукнуться головой по какую-нибудь большую стену и не демотивироваться опять, и не потерять интерес, и не разочароваться. Начните с чего-то малого. У вас однозначно получится, вас это будет мотивировать, и эта привычка уже становится заразительной. Успехов. Ну, если взять коротко, то, когда мы едем с нашим председателем молодежной организации Александром КОМ по всей стране, когда мы встречаемся с нашими однопартийцами, то мы понимаем то, что в стране у молодежи одна и та же проблема, одни и те же проблемы. И мы понимаем то, что когда безразличие у молодежи отпадет, то тогда начнутся конкретные какие-то изменения в нашей стране. И не надо быть безразличным, надо быть активным, надо всегда интересоваться о проблемах, которые и тебя окружают, и в целом наше общество. И как всегда, когда хочется что-то изменить, начинай изменять самого себя. И потом весь мир как бы изменится в общем, к лучшему. Спасибо. 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 Спасибо.